Видно, что человек мониторит. То есть я не первый, у него там какие-то бабочки лежали. У меня Михалыч тоже мониторит. В душ зайдёт и мониторит. Всем привет. Всем утреннее Михао. Алексей. Привет. Чеботарёв, привет. Ну, вчера уже видео вы видели. На канал уже, надеюсь, вы его пришли, подписались. Ссылка, опять же, на канал будет под этим видео. Ты расскажи сам, чем ты занимаешься? Почему нужно подписаться на твой канал? Почему на канал? Канал интересен следующим. Я увлёкся велосипедом в последнее время. И там один из разделов на этом видеоканале как раз велопутешествие. Я езжу с великом за границу и по Москве. То есть там будут разные прикольные маршруты по Москве. Ну и помимо этого встречи с людьми, которые, на мой взгляд, живут так, как хотят. То есть идут своим путём. То есть мне это очень интересно. Поэтому я с ними встречаюсь и рассказываю. Понятно. А ты сам вообще чем по жизни занимаешься? По жизни занимаюсь. Сейчас я занимаюсь лид-генерацией. То есть... Лиды это клиенты? Да, клиенты из интернета. Понятно. Лиды это вообще по заголовке. Лида это подружка Лизы. Лида это подруга клиентов. Подожди. Видео у меня про велосипеды. У тебя там... То есть вот ты едешь 4 часа по Москве и 4 часа видео у тебя... Да, 8-16. Короче. Ребята, мы как и говорили. То есть мы вам будем показывать, то есть чем можно вообще заняться в этой жизни. То есть бизнесом. Чтобы не работать там... Не работать, как говорится, на кого-то дядю. А именно сами занялись каким-то бизнесом. Вот Алексей... Вчера еще сидел с нами Саша, да? Да. Мы сегодня к нему и приехали. Да. Мы приехали сегодня к нему в гости. Он занимается... А сейчас он сам вам расскажет, чем он занимается. Да. То есть с чего он начинал, как... Че почем, как есть мячом. А это вот это, да, компания? Кассервис. Вот это вот? Да. Кассервис. Ребят, тебе хочется что-то отметить? Что? Заходишь в офис и пахнет едой. То есть голодными мы сегодня здесь точно не останемся? Да. Это точно. Как театр начинается с вешалки, так офис Саши начинается со столовой. Вон нам вчера, кстати, Глюша говорит, что планерки будут всякие. Можно, говорит, на планерки. Здравствуйте. Привет. Можно, говорит, на планерки их врасплохо застать. Ну, пошли в кабинеты. Здрасте. Здрасте. Ну что там? Готовишься? О, привет. Здрасте. Здрасте. Александр, ребята. Дмитрий. Саша. Евгений. Дмитрий. Владимир. Все директора? Да нет. Некого послать. Нет. Начальник не так много, как кажется. Ну и что, где мы располагаемся? Ну что, мы видим, сейчас у нас будет свечание такое. Мы проводим планерки, что ли, неофициальные. Мы замерщики все. Те, кто в поле, что называется, работает. Ну, это понятно. Мы сейчас дойдем. Ты нам расскажи с самого начала вообще, как тебе пришла идея. А. А, вообще ты расскажи, чем ты занимаешься-то? Я понять не могу. Я понял. Занимаюсь я вот уже 15 лет мебельный заказ. Когда-то просто было время свободное и было что-то очень мало денег. И решил я, что надо еще хотя бы там 200-300 долларов заработать. Пошел на строительную выставку. Думаю, сейчас зайду, вот что первое увижу, тем и займусь. Как раз попался в компанию «Симплекс». Они занимаются шкафами купе. Вот. И что-то зацепился. Подучился у них немножко. Сам выступал в качестве замерщика. А, ты устроился к ним на работу? Нет, нет. Это вот как частный бизнес. То есть, условно говоря, я клеил там эти, в смысле, разбрасывал листовки всякие. Давал объявления в газеты. Свои? Да, да. Маленькое мое предприятие. Типа индивидуального предпринимателя. Вот. И, значит, соответственно, мне там звонили. Я выезжал на объект с чемоданчиком. Там были образцы всякие. Я брал заказ. Потом в этой компании размещал распиловку этих досок. Сам делал проект. Потом ехал собирать. Ну, кухни, да? Не, не. Именно вот шкафы купе, гардеробные. А, такое, да? Да. Начинаем вот вместе с Владимиром Александровичем. Вот. Он когда-то работал в магазине запчастей. Вот. Автомобильных? Да, да. И я предложил, говорю, вот нужна помощь. И мы с ним вдвоем выступали, в общем, были вся фирма. То есть, я брал заказы. Он занимался, помогал в проектировании. Вместе собирали все. В частности, генеральный директор компании. А ты кто? А я хозяин. То есть, назвать тебя хозяин? Да. А не Александр. Барин, может? Можно барин. Хозяин? Да. Владелец я, в общем, предприятие. Ну, тогда давай покажем уже, во что это все преросло. Ну, давай. Ну, у нас офис, он такой, не носит такого, скажем, серьезного представительского характера. Потому что вся наша, что называется, мулька работы, мы работаем на выезде. У нас очень профессиональные. В полях. В полях, да. Замерщики. Мы с образцами едем на объект. И там вся работа там. Потому что есть два подхода. Прийти в какой-то там торговый центр, там сидит какая-то тетенька, читает книжку. Скажет, почитайте мне шкаф, который ничего в этом не понимает, да. Мы решили по-другому. Мы воспитываем таких серьезных профессионалов компетентных, которые едут и уже на месте. Потому что не на месте вообще говорить не о чем. На месте все рассказывают, показывают. То есть, у вас замерщик, он же продавец, получается? Он же продавец, да. То есть, у вас первый контакт с клиентом происходит через замерщика? Да. Нет, первый контакт, вот у нас есть так называемый отдел продаж. У нас идет реклама, естественно, обычного характера. Там директ, директ. Вот здесь вот, да. Пойдем поговорим с ними. Здесь у нас происходит прием звонков. У нас друзья снимают кино о том, как мы работаем. Дмитрий. Это как для отдела продаж Кристина. А сколько у вас продажников вообще? Ну, вот в данном сейчас на телефоне 2-3 человека. Да. У вас получается первый контакт с клиентом происходит именно у вас. Именно у нас. Да. Сюда поступает звонок, регистрируется лид и дальше с ним идется работа полностью. Ребята, повторюсь, лид это потенциальный клиент. Они под заголовок, как я подумал. Да. Вот. Поэтому вот здесь все происходят разговоры, переговоры. Здесь назначается встреча. Вот. В частности мы этим с чем говорим. Ну, так они, но они звонят уже в принципе готовы вызвать замерщика, да? Нет, они готовы. Они в принципе интересуются этой темой. Ага. То есть и... Давай лучше я так на буду снимать. Да. Ты темный. Давай сюда. Значит, они в принципе ищут в интернете всякие объявления, которые соответствуют их запросу. Там шкафы купе, лидеробные. И прозванивают там, продалбливают рынок, да? Вот. То есть они попадают на нас. Мы с ними общаемся соответственно по определенной схеме. Ну и расскажите, чем вы их цепляете? Почему они... По-разному. Это в зависимости от того, как настроены. Там нужно... Понимаете, есть ряд блоков, которыми нужно оперировать. Это зависит от психологического состояния и настроя клиента. Это надо чувствовать. То есть цена, сроки, да? Я так на пальцах не могу. Ну, естественно. Просто когда он звонит, ты уже понимаешь, с какого зайти конца края. Не то, что долбить, допустим, есть определенные скрипты, набор, да, шаблоны, которые соответствуют, ну, допустим, определенному типу, характеру, психотипу. А люди все разные. Поэтому здесь нужно совершенно менять блоки. Кому-то что-то сказать, кому-то не говорить эти вещи, с кем-то вести разговор по родственной форме, формате, скажем так, да, в дружественной. С кем-то очень сухо по-деловому, потому что они не приемли другую форму отношения. А у вас новую методичку не ввели, когда человек звонит, и вы сразу трубку бросаете. Почему он бросает трубку? И начинает перезванивать, и новая система продаж. Вроде как в клиенте не заинтересована, а он неудоумевает. Ну, Москва в этом плане. Мы не бросаем, мы даем понять, если они ведут себя соответственно. Опять же. А у вас, ваши продажники, за счет чего у них строится заработная плата? Которые на телефоне? Кладные части проценты. То есть проценты это те, кто... То есть для продажника результат это все, что он уже догадался на замер. Или он еще должен на замере продать еще долго? А, вы имеете в виду замер. Есть понятие конверсия, да, всем известная. То есть есть определенное количество звонков, в чем мы учитываем только звонки, которые поступают от новых клиентов. У нас довольно большое количество повторов. Работаем мы давно. И мы как бы этот не учитываем фактор. Нам важно, как человек продает новым людям. И поэтому вот это вот соотношение количества поступивших звонков и назначенных встреч, а встреча это и есть как бы результат для отдела продаж. То есть все, он не важно, там уже дальше замерщик продал, не продал? Да. То есть этот все, он уже получил деньги за то, что он уже должен замерщить? Но встреча должна предназначена в определенном формате. Это не просто лишь бы назначить встречу. Есть еще конечная конверсия от звонка, который прошел через оператора, до денег. И вот на основании этой конечной конверсии, чтобы не было игры, да, я назначу как-нибудь встречу, как-либым образом, тут у меня будет хороший результат, а дальше там все сольется. Поэтому вот эта премиальная часть, она получается от конечной конверсии. Она рассчитывается, сколько конкретно кэшов принес человек. То есть делится тупо количество лидов, поступивших через нее, прошедших, на сумму денег, которые пришли в итоге. Это первый показатель, да, очень объективный. И второй еще процентный показатель. Ну, там много, много уровней конверсии. Поэтому на основании этого делается вывод об эффективности человека, который продает. Понятно. Короче, я ничего не понял. Дальше... Спроси. Дальше у нас идут замерщики, да? Замерщики. То есть второй контакт с клиентом получает уже замерщик, да? То есть у нас человек позвонил. Здесь, если он все устроил в разговоре, назначается встреча. И замерщик получает как бы информацию, куда, зачем. Короткую информацию получает, о чем говорил оператор, чтобы подготовиться соответствующим образом. Что хочет человек заказать, какие-то образцы с собой взять дополнительные, потому что обычный набор с собой. И дальше идет встреча. Все, пошли к замерщикам. Спасибо вам большое. Ну что, спасибо вам. Сейчас у нас еще один замерщик есть. Сейчас из замерщика покрасивее тоже выберем. У нас все, просто... Все красивые. Да, все наберуем. Вообще вся идеология компании, вся история, вся идея, которая существует, мы ее разрабатывали вместе. То есть, потому что у нас была задача сделать не так, как у всех. Потому что, как у всех, лично мне не нравилось. Да, там, главная причина и проблема – это абсолютная некомпетентность людей, которые выезжают на объекты. То есть это, у меня даже термин такой родился – рулетка на ножках. То есть приезжает человек, его задача в нашем понимании, он должен быть суперпрофессионалом, знать, как это делается, помочь клиенту в его, там, заданные габариты вместить все, разложить. А в итоге приезжает человек, говорит, у него не образ собственного. Последняя история рассказывает в замерщике. Приходит, говорит, ручку дайте, листочек дайте. Вы знаете, а я вам считать не буду, потому что я чувствую, что все не купите. Вот такие разговоры происходят. У меня очень много знакомых такой, в качестве шутки вызывали моего замерщика, мне ничего не говоря. И вызывали еще там трех-четырех. И потом делились впечатлениями. То есть, конечно, это вот, это наше лучшее. Я абсолютно без всякой похвалю говорю, что более профессиональных людей в Москве, работающих на объектах по мебели, чем наши люди, нет. Что у меня получается в год одного человека найти и обучить. Потому что очень много факторов. Человек должен быть уметь разговаривать, должен иметь обучаемость в техническом плане. Потому что тема, на самом деле, не очень простая мебель. Она внешне простая, вроде ящичек с дверками. Но много требуется всякой вот такой вот тонкости знать. Ты покажи нам хотя бы пример на компьютере. Готовый. Или у вас же нет здесь в офисе? Или ваша, может, прям готовая? Нет, ну вот, готово. Сейчас вот в отделе продаж там шкаф стоит. Мы его вот делали как демо. А вот этот стол ваш? Нет, это не наш. Это конкурентов. Ну конкурентов. Нет, просто немножко такой формат, другой там с покраской. Вот. Вот мы делали такой демообразец. Вот. И здесь задача была показать разные элементы. Ну вот, например, там кривлениная крыша, стеклянные полки. Вот это распашная дверь на петлях называется, да? Подвижные ящики. Вот раздвижные двери. Тут, соответственно, вешала, полка. Такие вот элементы разные. Потом здесь, соответственно, вот вешала лифт. Например, вот такой. Раз. Я что-нибудь повесил. Раз назад. Тоже ящики внутренне встроенные. Вот. Косая дверь вот такая вот. Вот косые полочки всякие. Ну, сколько такой ящик стоит? Ну, что надо считать. Так сколько-то не схожу. Ну, вот такой шкаф, наверное. Чувствую брать не будете. Чувствую брать не будете. Я вам считаю. Чувствую брать не будете. Я думаю. Сколько? Ну, тысяча двадцать потянет вот так вот. Сейчас панели. Чувствую двадцать, да? Да. Потому что здесь очень много так называемых. Ну, это не праджетов. Гаджетов. Да, можно сказать, гаджетов. То есть, если взять прямоугольный шкаф совсем, он будет стоить там в два раза дешевле. То есть, есть два формата. Мы вот, например, даже замерщикам всегда говорим. Вы давайте людям самым. Вы давайте людям без их просьбы даже самый дешевый вариант. А потом предлагайте опции. И пусть они понимают, что вот это база. И она стоит относительно дешево. А вот если вы хотите какие-то опции, да? За это надо платить. Поэтому мы даем такой выбор. Слушай, ну и где этот золотой сотрудник-то, который, ты говоришь, у тебя самый... Золотой сотрудник у нас... А, сейчас... Замерщики-то. Замерщики вот они сидят. Сейчас мы начнем разговаривать. Просто из них уже еще одного. Пока замерщик едет с заказа... Да. Давай, чтобы время не тратить. Да. Значит, здесь у нас получается первый этап. Нам позвонили, назначили встречу. Мы уже это обсуждали. Дальше это все передается замерщику. Он едет на встречу. Сейчас мы будем как раз обсуждать на совещании, как эти встречи проходят. Потом, если на встрече берется заказ, с ним прямо сразу начинается работа. У нас есть специальный чат, туда выкладываются документы, необходимые материалы для заказа. То есть мы в течение нескольких часов сразу начинаем работать, чтобы не терять ни минуты. Сначала все поступает Владимир Александрович. Он у нас является еще и главным техническим специалистом. Есть так называемая техприемка. То есть, когда заказ оценивается с учетом его опыта на то, что нет ли там каких-то косяков, все ли соберется, все ли получится. Это первый этап. Потом он поступает проектировщиком. Проектировщики это люди, которые перерабатывают... Ну, какой-то. Где проектировщики-то? Сейчас пойдем. Все приходит в виде вот таких бумажек, где полностью все описано. Это, кстати, для людей, которые вызывают каких-то замерщиков, первый критерий, посмотрите, документы в какой форме. Мне часто спрашивают там друзья из других городов. Мы у тебя заказать не можем, расскажи, как нам не наколоться у себя, да? Я говорю, ребят, ну, много факторов там еще, может, сегодня поделюсь. Во-первых, посмотрите, бумаги. Если это откселенная бумажка какая-то, да, непонятная, и к этой бумажке нету описания по каждому, то вы потом ни с кого ничего не спросите. Вот наши бумаги, да, тут все описано до последнего, значит, цветокромочки, да, болтика. Вот приходит в таком виде, вот. То есть тут у нас есть собственная система обозначений, мы даже написали собственную систему конкурсской документации, вот такая вот собственная техническая... Словарь. Словарь, да. И вот это попадает, вот это все добро, оно попадает к проектировщикам. Дальше они вот эти бумажки переводят в 3D-формат. Вот наш проектный отдел. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, открой что-нибудь в К3 просто сейчас я только уже... А где все сотрудники-то? А они у нас, мы разрешаем чуть попозже, прийти люди творческие, они позже приходят, попозже заканчивают. Творческий человек всегда должен быть немножко под шофе? Мы его нет, мы его не вынуждаем. Дмитрий. Открой что-нибудь, покажи в К3. Ну вот, да, программа, в которой мы проектируем. К3? Ну, называется К3 мебель, да. То есть здесь вот это вот все бумажки, вот они как раз вот, переводятся вот, соответственно, вот в такой вид. Можно поверти, покрути, поверти, покажи крупно там. Можно посмотреть каждый стык, как выглядит. Программа сама все считает, там, размеры полок. Круто. Вот это работа проектировщик. А потом это все на 3D-принтер, да, где-то выгоняется? Нет. Это сейчас расскажу. Потом это показывают в 3D-чка. Потом это превращается, вот это все детальки превращаются каждой в отдельную досочку. Ага. Для задания на производство. Вообще задача наша, почему у нас как бы мебель покупают, да, потому что это купить нельзя, готовая. Мебель на заказ, когда человек до миллиметра, до цвета, до кромки, до нахождения каждой дверки, делать как ему надо, а не как ему предлагают. И нормальным, вот для того, чтобы понять, сколько будет шкаф, да, то есть от готовой мебели это примерно два, два с половиной конца. Потому что каждый шкаф... Что переведи еще раз. Ну если, условно говоря, стоит шкаф 50 тысяч готовый, вот смотришь на него, да, то аналог сделать на заказ, где будет все точно под тебя, будет примерно стоить в раз в два дороже. Кстати, пару слов о том, как определить компанию, да. То есть на этом рынке есть люди, которых мы называем гаражниками, это люди, которые сильно демпингуют, но это то, как раз формат, в котором я начинаю. Я работал с таким на заводе, он смену отработает, а потом в гараже пила стоит. Во-во-во, да, чуть там ковыряет. То есть это человек, у которого нет ничего, у него есть мобильный телефон, маленькая сумочка с инструментом. Почему и в гараже у него этот пила? И что-нибудь он там перед строгает. Они из-за того, что у них нет вот этой нагрузки, да, офисной, ну, они, соответственно, не могут сделать то, что я могу делать, они дают цену ниже. Как отличить вот такого гаражника, да, ну, естественно, с таким людьми связываться не надо, потому что это никакой ответственности, ничего, ну, не дай бог. Вот. Когда звонишь на трубку, слушайте, что происходит на фоне. Если у человека происходят на фоне какие-то там детские крики, шум машин или еще чего-то, значит, человек не в офисе. Задайте вопрос, где у вас офис, потому что компания, ну, видите, да, по-человечески это делает, но это нельзя делать на коленках, вот. Поэтому должна быть какая-то база. Третье. Задайте какой-то конкретный вопрос, ну, в духе, думаю, сроки или что-то. Если он дает расплывчатые ответы, значит, это опять какая-то история. Вот. И так далее. Там есть такие нюансы и документы. Например, когда к вам человек пришел, посмотрите документы, потому что если у человека вот этих серийные бумажки, это значит, вы его никогда больше нигде не найдете. Он вам даст дешевле. Вы ему отдарите денег, но больше вы не подарите. Ну, короче, нет, они могут хорошо, но это риск. Это риск большие. И у них диапазон, они могут делать, в основном говоря, ящики. Вот они вот квадратный шкаф, четыре доски, две дверки, они вам сделают, а вот это они не сделают никогда. Потому что это требует совершенно другого уровня головы, даже для проектирования. Они просто никогда на бумажке рисуют. Нельзя бумажки нарисовать. Это не сойдется никогда. Вот. Это из таких вот мелочей, которые обратить внимание при заказе в другом городе. Сегодня понедельник, да? Утро офис, а кулера очереди нет. Ну, вот так вот люди живут. Плохо. Под свою фирму абсолютно написали вот индивидуальную программу. Там нет ни одного документа из 1С стандартного. Просто на базе этого кода написали программу, описывающую бизнес-процесс. От первого звонка клиента до последнего телодвижения, как включают себя финансы, кто когда на сборку поедет, кто кому что сказал, что на объекте готовлено производство. Она секретная программа или ее можно показать? Показать можно. Почему? Секретную. Еще дать вот там. А вы этот? А вы когда какой-нибудь матч футбольный собираетесь, здесь смотрите футбол с пьем? Здесь нет, просто в другом месте. Ну что это? Вот это, кстати, просто сейчас открыто. Это, например, график загрузки проектного отдела. То есть, каждая колоночка – это человек, каждая заливочка – это заказ. Вот, например, график загрузки замерщика. То есть, каждый квадратик – это встреча. Каждый цвет. А почему они разного цвета? Ну, это чтобы отличать, чтобы они не сливаются. А, это разные? Это у каждого замерщика? Да. То есть, вот, например, красным крючком видно – это значит, взять заказ. То есть, у каждого замерщика свой цвет, да? Вот она показывает загрузку бригад, и каждый цвет означает состояние, в котором находится заказ. И как она помогает в работе? Она помогает, что она, первое, устраняет человеческий фактор. Люди, какие бы они ни были гениальные, они все ошибаются. Программа, она не дает такой возможности, потому что постоянно идет контроль на ошибку. То есть, задача одна – каждый должен на своем участке просто сделать свою маленькую простую работу по обводу данных, а обобщение и выводы из этого делает сама программа. И отсюда радикально снижается количество ошибок, полный контроль за эффективностью. То есть, программа еще отслеживает, например, все факторы, связанные с какой человек реально материальную пользу, приносит, соответственно, компания, да? Потому что в этой программе, с одной стороны, вся его работа, с другой стороны, весь финансовый блок, вся информация о заказах, и проведены вот эти связки. И поэтому позволяет управлять дистанционно. Мы когда ее написали, мы с Лешей уезжали до месяца в Таиланд, и с ноутбуком в руках управляли компанией так, как будто с ними сидели целыми днями. Это вот ключевой момент. Так они проще программам продавать, мне кажется, это же, как сказать, даже находка для всего просто. Вот прям в той идее. Я уже процесс, честно говоря, запустил, меня люди узнали, что, когда показываешь, я сейчас сделал вот такую же, не такую же, а еще даже более, ну, развернутую для зеркального, стекольного производства, большого. Вот, и сейчас еще у нас тут ведутся потенциальные переговоры с заказчиком. Ну, и пришла мысль, что почему, собственно, нет, потому что накоплен огромный опыт, много заготовок, и буквально там за две недели можно запустить в такой довольно крупной компании вот такую вещь уже, как, ну, как костяк, что называется, как рыбу, да, дальше обращивать любыми, соответственно, там, что надо. То есть, ну, это не обязательно же мебельное производство, да? Это вообще не обязательно даже производство. Это, может быть, не знаю, там, салон красоты, сервис, все, что, ну, любой, любой бизнес-процесс, то есть, неважно какой. То есть, сколько вот она может стоить такая проблема? Ну, зависит. Ну, вот, чтобы сказать, сколько она стоит, надо сказать, что она может, а это частика натрия. Поэтому сейчас я цену назову, увидели тут два отчета. Не, ну, допустим, я сейчас просто к теме, вот, можно обратиться, кто сейчас, кто хочет открыть, допустим, бизнес, тот же самый по мебели, да, по корпусной. Ну, смотрите, такой, скажем, ну, базовый, не базовый блок, а блок, который вот описывает похожим образом, я думаю, это может обойтись, там, 1250-300, но... И плюс ты, плюс ты ему еще все рассказываешь, да, как она работает? Конечно, конечно, нет, поддержка, консультация, но экономия просто тупо на ошибках, она примерно за месяц отбивается. Потому что я когда многие, ну, например, я приведу пример, я ввел в прошлом году, только уже додумал, это уже 10 лет было программе, придумали такой документ «Проблема». То есть, в чем бывает ситуация, там, чего-то не хватает, где-то полки какой-то, человек раз и забыл, а здесь не так. Мы создаем документ «Проблема», и в нем есть задание, либо самому себе, либо другому сотруднику. И получается непрерывность процесса, человек не может сказать, что он забыл. Он пишет, например, завтра в 10 утра Пупкину сообщить о том, что эту полку надо найти. И у Пупкина вылетает на экране, и Пупкин не может закрыть этот документ электронный, пока чего-нибудь не отреагирует или не напишет. Вот как документ «Проблема» ввели, я посчитал эффективность примерно от 70 до 100 тысяч рублей, стал экономить на так называемых рекламациях, на, как бы сказать, по-русски-то, на просчетах. Нет, ты про стекольное тоже расскажу. А, про стекольное, там вообще была интересная история, там не было вообще никакого финансового контроля. Куда-то кэш приходил, куда-то безналы, кто-то что-то брал, какие-то зарплаты. Там, например, я сделал так, что через неделю уже невозможно было, чтобы на производство попал заказ, который не был оформлен. А это был нормальный проект. Ну, в общем, за месяц экономия на стекольном производстве составила 785 тысяч рублей. То, что это за месяц отбивается практически в любом бизнесе, это факт, это могу все это точно сказать. Не, ну и самое главное, что это как тюнинг, то есть это делается прямо под конкретную компанию. Этим она отличается от разных облачных решений, которые, они хорошие, но они общие задачи решают. И они очень узкие задачи решают. Облако что дает? Дает вот, ну, какие-то элементы с управлением, да, обработка первичной лидов. Но это все, это 3-5% от того, что дает здесь. Потому что здесь уникальность в том, что финансы, работа с клиентами, работа с персоналом, вот эти все блоки, они отдельно, люди параллельно вводят данные. А потом с помощью отчетов, у меня порядка 30 отчетов в этой программе, можно производить любые связки. Ну, вот то, что я рассказывал. Мы проводим связку между тем, как поработал оператор, и мы смотрим кэш, который он принес. Сейчас мы поприсутствуем на настоящей планерке, да? Да, у нас проходит понедельником и средом, можно планеркой назвать. Моя задача послушать людей, которые были на объектах, их рассказы о том, что там происходило, получить такую обратную связь с рынком, что называется. Погонять на тему, что мы еще можем сделать, что мы еще можем предложить. Все в сборе? Все в сборе, да? Даже Михалыч здесь. Это наши друзья, приехали снять про нас такой, как бы, ну, из города-героя Красноярска. Из города-героя Красноярска, да, приехали снять ролик про то, как мы работаем. Поэтому ничего у нас специального сегодня не происходит, у нас обычное собрание. У нас обычное собрание. У нас в СССР, где у нас? Пока нет, но как жизнь сложится. Переезжаем в Красноярск, там рабочая сила дешевле. Поэтому обычное собрание, обычная логика, то есть сейчас пройдемся по встречам, ну и, соответственно, посмотрим анкеты. Давайте тогда приступать, что тянуть, а то и так уже стянули. Разливайте. А есть что? Ну, не знаю, у директора в кабинете же должен быть постоянно. Слушай, мы все делаем, что нет. Нет, в холодильнике там полная. В холодильнике есть. Чего там? Ну, что угодно. Чивас есть, 12-летний. Или курвайзьё и соп. Вопрос цены. Так, по встречам пошли. Это вот как раз эта программа, да? Да, эта программа, да, вот она показывает, какие встречи, как бы, замерщиков были. И для того, чтобы мы сейчас прям по очередям отбирать замерщик, вот Павел Биллова, вот например. Мы видим, что у нас было раз, два, три, четыре, а, пять встреч, из них взят один заказ. Вот, Москва, Причистенко. Ну, там, где взят заказ мы не обсуждаем, взят и взят. А здесь... Причистенко был там ровно пять минут. Ничего там. Он вызвал меня в качестве дизайнера по его квартире, рассказать ему, как мне ему распланировать комнату. Хорошо, скажешь, что там дальше, Паша? Хорошо, скажешь, что будет советоваться дочкой. Ну, так как звонка от нее не было, значит, дочка, она посоветовалась хорошо. Ну, это обычная тема. Часто бывает, люди вызывают, ну, не те, кто принимает решения финансовые, там, какие-нибудь дочки, бабушки. Им потрандеть, поговорить вместе с сериалом, потом, вот, я потом своим деткам покажу. Вот, это нормальный формат, бывает, что называется. То есть, видно, что человек мониторит. То есть, я не первый, у него там какие-то бабочки лежали. У меня Михалыч тоже мониторит. В душ зайдет и мониторит. Рублевская, 60, 107. Рублевская, это вот как раз товарищ, который в течение трех месяцев, мы все, идем, идем. А, да, да, да. Все, они все готовы. Там заказ, наверное, миллиона на 2 долларов. Ну, нет, он такой нормальный. Слушай, а вот вопрос сразу созрел. А заказчики, сколько вам предоплату отдают? Предоплату мы получаем 70%, 30% остается у заказчика. Причем на рынке действует следующая схема. Например, многие говорят, мы берем не 70%, мы берем 50%. Но остальные 40%, значит, 10% они оставляют сборщикам, фрилансерам. У нас-то сборщики в штате. У нас-то сборщики работают, это у нас штатные работники. А в основном на рынке это сборщики, ну, которые... Подрядчики. Ну, как подрядчики. Говорят, Вася, соберешь шкафчик наш? И Вася поехал. То есть, у него никакой связи с этой компанией. А у Васи своя фирма муж на час, да, телефон? Да, они два мужа на час, там обычная бригада из двух человек. То есть, они не несут никакой ответственности, по сути. Им оставляют 10%, которые должны выдернуть у клиента любым образом за свою работу. А по сути, клиент до начала сборки шкафа, до того, как он увидит результат, должен отдать всю сумму, 90%. И получается такой, как бы, маленький обман. Мы берем реально 70% и 30% оставляем до момента, пока человек не скажет, все, мне шкаф нравится, я вас люблю, обожаю, знаете, вам ваши 30%. Что, кстати, обычно так и происходит. Поэтому мы берем ниже предоплату, чем на рынке. Но вот такая вот игра есть, что мы берем 50%, но 40% ты отдаешь в момент, где шкаф заносит. Ты еще его не тянешь, набор досок. Ну, поэтому 70% предоплата мы берем. Мы вообще единственная компания в Москве, которая имеет, собственно, технического контроля. То есть, обычно как, то, что я рассказал, цепочка. Человеку привозят мебель, какие-то фриленсеры собирают, забирают свои 10% и разбежались. Если какие-то проблемы, обычно концовки найдешь. Мы делаем не так. У нас сборщики в штате, они вообще не прикасаются к деньгам. Они делают свою работу, в том же чате оставляют отчет еще в виде фотографии, что вот мы закончили. И дальше едет наш сотрудник, у которого пакет документов, подарки для клиента, карта скидочная на будущее, вот та самая серебряная и золотая. И мы даем вот такую анкету, причем мы никого не заставляем. Мы просим поставить галочки на разные вопросы и просим сделать какой-то рукописный отзыв от себя. Вот эта анкета за последнюю неделю, вот пришедшая с объекта. Сейчас будем смотреть, я их еще не видел. Заказ доставалого, Одинцова. Значит, галки все стоят отлично. Планирую, буду рекомендовать, планирую заказать сама. Отзыв, вот, все отлично. Замечаний негативных нет. Встретимся еще раз. И смайлик. Схемки зеленые, галки все стоят. Чисто. Да, мы же что, вот у нас, например, один из вопросов, как обычно бывает, там, не знаю, окна, двери, все что угодно. Пришли, ну, слово насрали, по-другому не могу сказать. А пилки что-то какое-то все ушли, хайвай хозяйка, до свидания. У нас, мы с собой привозим, кроме четырех ящиков инструмента, что обычно с сумочкой приезжает с такой спортивным, это четыре ящика инструмента, в нем есть все. Вот, мы еще привозим пылесос всегда с собой, свой, не веник, а пылесос. И привозим моющие средства, довольно дорогие, английские, астоничные. Ну, это как ты говорил, что отдел УТК с подарками приезжает. Да. Пылесос дарите и моющие средства. Это еще сборщики. И они, когда заканчивают, они полностью все пылесосят, полностью все отмывают. Можно, грубо говоря, труселя сразу класть, не стесняться, все очень чисто. В шкаф, да? Да, в шкаф сразу. И, конечно, у нас женщины тоже впечатление, это нормально. То есть мы оставляем, и у нас даже вопрос от специальной контрольной, чтобы сборщик вдруг, ну, уже у нас люди старые, не бывает никаких шуток, но мы все контролируем. Мы спрашиваем, лень, может, из машины было пылесос поднять. Мы вот спрашиваем, а было ли чисто убрано, а пользовались ли пылесосом. Вот через эти галки проверяем, соблегается ли формат. А вот, ребята, расскажите, кто здесь уже сколько лет работает? Ну, год, где-то больше. Кто самый, это, самый ветеран? Я два часа здесь стою. Самый ветеран? Самый старый ты, получается. Ты на месяц раньше пришел. Ты на месяц раньше, 2003 года. С августа. А что, уже 13 лет уже, 12 лет? Да. Ну, и Сергей тоже, 2003 года, тоже с сентября где-то. Ну, а пытались переманить кода? Да. Чего, приходили к директору, говорили, подобрать зарплату или уйдем? Нет. А мы с Серегой с 86-го больше находит. Что-то, значит, что ж не любят. Нет, на фирму приходишь, особенно какие-нибудь, где к директору, что-то объясняешь. Они говорят, ну, какой, блин, это вот вам бы к нам. Я говорю, а что денег-то, сколько у вас тут? Говорят, я говорю, ааа, вы работаете. Ну, все. Ну, а здесь у вас сколько получается среди? Ну, на обед хватает. С икоркой? С икоркой. С чем? Очковой? Да, да, да. С очковой. А можно такой вопрос? Закроют, допустим, в 2018 году YouTube. Ну, вот, допустим, я захочу устроить сукромв-компанию. Ну, как вот? На что мне рассчитывать? Минимум. Какой он будет заработать? Я понял. Ну, смотрите, давайте так, замерщики, которые у нас есть. Давай, так, человек учится сначала. Вот сейчас у нас, Парабеталия, да, учится. То есть на этом этапе, там, заработок будет сейчас составляться с учетом взятых заказов, там, предыдущих в условиях, там, 50-60 тысяч. Если человек учится хорошо... А можно не ждать 2018 года? Можно сейчас полностроиться? Замерщики, работающие у нас давно, как бы, ну, вот Паша, там, я не помню, когда ты зарабатывал меньше 100. То есть, в принципе, не бывает. Ну, ладно. Ну, конечно. Олигарх. Олигарх. Слушай. Не надо. Озвучить, это, кстати, табель последний. Это тебе, при том, что у тебя полмесяца не было, и 114 тысяч. Ну, да, вот не был, но... Чистыми? Ну, вот, да, на руки. Яковлев. Сегодня. 110. Доставал. Тоже в отпуске был 10 дней. Денес 4. Так, а на производство поедем? Да. Поехали? Да, поехали. Все, ребята, приятно было познакомиться. Удачи. Удачи. Тебе быстрее научиться и получать тоже подсотку. Саша, скажи, вот, сколько времени вообще занимает заказ средний? Ну, есть, как бы, да, то есть, если заказ это просто, ну, обычный шкаф-купе, то мы иногда укладываемся, там, дней в 5-7. Если в нем есть какие-то, скажем, особенности, там, витражи, или, там, крашеные фасады глянцевые, или шпон, или массив, то срок увеличится, потому что это, ну, технология сама производства, таких деталей она длиннее. А так, в среднем, мы там, ну, 5-10 дней мы делаем. Ну, в это время, что, клиент просто ждет? Да. Или как-то еще контактируете с ним в это время? Ну, у нас, в общем, есть особенность. Мы, вот, у нас есть понятие, наш замерщик, это не просто замерщик, это такой профессиональный консультант и одновременно личный менеджер, то есть, который ведет заказ. То есть, клиент может в любое время суток, а иногда бывает, и в час, и в два ночи осенит клиента что-нибудь в духе, ой, а вот еще там, или как мои дела. То есть, у нас есть обязанность у замерщиков в любое время суток отвечать на звонки клиентов и давать все ответы, которые возможны. То есть, обычная схема такая, человек звонит, говорит, алло, у меня тут шкаф, я заказываю, говорит, да-да-да, сейчас со соединим отделом продаж, альо продаж говорит, ой, сейчас тут Вася уехал. У нас есть всегда телефон замерщика, который всегда ответит на вопрос, в каком состоянии заказ, когда будет готов, когда будет доставка, все ли в порядке, или какие-то согласования. Поэтому, вот, человек в этом плане может спать спокойно. У нас даже замерщик, когда выезжает за границу отдыхать, то я им оплачиваю телефон, чтобы они и за границей, и в отпуске, также точно держали своих клиентов и, что называется, отвечали на вопросы. Ребята, приехали на производство, Михалыч надыбал кладбище лимузинов, вот это все лимузины стоят. Вот, короче, вот вход в цех, вот это все ваше, да? Это вот мебельный, да, производство, вот материал ДСП, с которого делается все. А у вас как гарантия какая-то есть, вот это материал? Вообще у нас 10 лет такой гарантию никто не дает в Москве. Почему? Потому что мы тех комплектующих, которые мы покупаем, он все-таки уверен. Больше скажу, мы даже нам надо звонят люди, по их причинам, там, ну, безогрязи, зачет забивается. Мы даже, когда уже гарантия проходит, мы все едем, бесплатно делаем, потому что это наши клиенты не бросают. Мы покупаем только высококачественные материалы, на которые можно спокойно давать 10 лет гарантий. Вот эта вот пила, из этого листа нарезаются кусочки, вот такие вот. То есть, потом, кажется, здесь как пазл складывается мебель. Это фрезеровщики, да? Это люди, которые на пиле работают, то есть они раскроют. Я хотел посмотреть, не фальцы все на месте? Фальцы на месте, все в порядке. Они, так называемые, раскроем, то есть по определенной системе распиливают этот большой лист на маленькие детали, которые потом поступают на следующее участок. Вот такие детальки, вот они, на них нужно установить на торец кромку, чтобы защитить. Вот, эта кромка ставится вот на этом станке. А как она ставится? Вот здесь вот, видите, куча всяких фрез, заходит доска, она приклеивается к доске, потом она подрезается с одной стороны, с другой стороны. Да, вот она, кромочка, заходит, а тут доска. И как бы приклеивается, идет. А где клеить? Где тюбик клеит? Клей не в тюбике, он здесь, он 180 градусов температура. Это специальный клей пластиковый, разогревающийся. Вот, но кромка зато ставится намертво. А вот если говорить про так называемый гаражник, у людей, которые там дома в гараже что-то делают, они ставят кромку утюгом. Здесь кромка уже с нанесенным клеем, совершенно низкого качества, которая, знаешь, так отламывается, когда ногтем можно отломать. Вот эту кромку-то ни ногтем, ни ножом не отломаешь, это пластик. Вот, например, доска, на которой уже установлена эта кромка. Ее никаким ногтем ничем не возьмешь. Это ПВХ. И поставить ее можно только на вот таком станке. Поэтому ни один гаражник никогда в жизни такую деталь изготавливать не сможет. Вот это, условно говоря, заказ. Вот напилимые детали какие-то с установленной кромкой. Это шкаф-купе, да, будет? Да, вот двери-купе. То есть, в этом случае, это комбинированная дверь. У нее идет сначала деревяшка, разделитель, потом идет зеркало, потом опять деревяшка. Это так называемый трек, то есть, направляющие резицы, по которым катаются двери. А можно селфи сделать? Точно. Вот дверь-купу, это просто рамка. То алюминиевая рамка, то и стальная рамка. Здесь вот как раз сюда подойдите. Зеркало, да. Стоит вообще людям заниматься таким бизнесом или нет? Свой бизнес открывать? Ну, как сказать. Я занимаюсь этим 15 лет. Раз не бросаю, значит, считаю, что это стоит. Другой вопрос, что, конечно, ну, всех коснулся ситуации с экономикой. Тут что тут скрывать? Все стало немножко сложнее. Но, несмотря даже на это, мы держимся. И держимся мы в основном из-за того, что у нас 60% заказов – это повторы. Потому что новый клиент, понятно, сейчас тяжело, да. Но за счет того, что мы все-таки стараемся делать как для себя, люди к нам возвращаются, рекомендуют нас друзьям. И если бы этого не было, я бы уже лет 7 назад закрылся бы. Потому что, ну, приход нового клиента – это почти всегда убыток по рекламе. И мы держимся только за счет того, что мы стараемся сделать так, чтобы люди радовались, потому что с нами связались. А потом либо сами еще раз заказали, либо кому-то порекомендовали. Понял. Короче, ребята, в любом случае, кто живет в Москве, в Московской области, да, то есть компанию, Саша все показал вам изнутри, то есть все открыто. Вы его знаете. Если что, кому рожу бить, знаете. Да, можете, кстати, ради бога, мне напрямую звонить из какие-то вопросы с удовольствием. Я открыт, мне нечего скрывать. У меня позиция простая. Вот он я весь. То есть кто-то еще что-то не понял или звоните, пишите. Вадик бы добавил висит до копейки. Не, ну, на самом деле, просто, вот, если уже сейчас у вас стал выбор, да, если вы хотите уже заказать, вот, говорю, опять же, Москва, Московская область, хотите уже заказать, да, ну, не знаете где, то есть все смело, ссылки все в описании. Обращайтесь, кстати, к Александру, он вам все сделает. Все красиво, то есть, ну, вы сами все видели. Он для вас уже ближе стал, чем другие компании. Он, по крайней мере, он открытый человек. То есть, и все показал, все рассказал, все откровенно. Так что ссылки в описании, что, на этом видео, я считаю, закрытым. Спасибо за экскурсию. Спасибо вам, ребят. За то, что поделился секретами. Ну, и не забывайте, да, опять же, спрашивайте про программу вот эту, которую... Да, это тоже с удовольствием, это всегда, чем могу, помогу. Да, для оптимизации вашего бизнеса, который экономит ваши тысячи. Все, ребят, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok